Всем привет! Меня зовут Гала Голландский. Добро пожаловать в мой мир, вязать свою жизнь. В сегодняшнем видео мы рассмотрим расчет вот этой вот линии реглана, связанная поперек. Мы вяжем не снизу вверх, не сверху вниз, а поперек. И всему основа и начало расчетов это линия реглана. И вот это по сути треугольник. И этот треугольник мы и будем сегодня рассчитывать. Все, пройдем, прям рассчитаем, посмотрим подробно, смотрите видео, получайте новые знания. Линия реглана без сшивания. Что это такое? Это линия, которая связана с частичным вязанием. У нас выводятся из работы иглы, следующие иглы работают. И так постепенно, вот как здесь с шагом, допустим, 2 петли, 2 ряда, я 2 иглы вывела из работы, 2 ряда провязала, 2 вывела, 2 ряда провязала. И так формируется линия реглана с одной стороны, а потом с другой стороны. Допустим, вначале со стороны спинки, а потом со стороны рукава. Принцип один и тот же, но на разной пряже, на разных классах машины, выглядит это по-разному. Вот это тоже пятый класс машины, так же, как и это платье. А здесь вот темная пряжа, причем тот же самый шаг, но уже с коротким рукавом. А это туника, связанная на машине третьего класса. И здесь видно, что вот эти вот дырочки, которые формируют линию реглана, и, кстати сказать, они совсем не обязательны. Можно вязать, закрывая эти дырочки, они уже выглядят покрупнее, хотя шаг тот же самый, две петли, два ряда. Посмотрим еще вот на такую кофту. Здесь еще более крупная вязка, хотя это тот же самый третий класс, но здесь уже вязание было одна игла через два, две иглы. Одна игла в работе, две иглы не в работе. Но та же самая линия реглана, и вот здесь такие уже крупные дырочки. Как вещь, которая связана с линиями реглана, выглядит в плане и выглядит как схема. Вот свитер условно, джемпер, свитер. Линия реглана – это вот эти вот линии. Если развернуть, вот как бы по швам это свитер не связан, то это будет выглядеть вот так. Линия реглана, перед спинка и рукава. Если в обычном вязании снизу вверх мы вяжем вот в таком направлении, сверху вниз, это может быть вот в таком направлении, то поперек мы вяжем вот как бы по кругу. Начало и конец. И тогда у нас, неважно, куда мы начинаем со спинки, из переда у нас может быть шов, мы можем собрать петля в петлю, что вообще нигде не будет швов. Этот шов может переместиться на середину рукава, на линию, на саму линию реглана, по-разному. Это зависит от конструкции модели. И тогда чертеж у нас будет выглядеть, мы можем построить его точно так, как вот здесь, на этом рисунке. А можно в плоскости, да, я начинаю строить чертеж от середины, условно, от середины спинки. То есть у меня получается вот эта деталь, вот она, вот эта деталь. Потом дальше идет рукав, и эта линия реглана, это одна и та же линия, но на чертеже она разделена. Но на самом деле вот мы вначале ее вяжем с одной стороны, а потом с другой стороны. И дальше идет, допустим, перед, потом следующий рукав, и потом в конце у нас соединение идет, это второй рукав, соединение идет, начало и конца. Если это джемпер, и если это жакет, то мы не соединяем, у нас это полочки. И вот самое первое, с чего мы начинаем, это расчет этой линии реглана. На чертеже это вот, вот этот вот треугольничек. То есть вот этот треугольник, у которого есть высота и основание. И вот эта линия реглана, и ее надо рассчитать. У нее должен быть какой-то шаг за два ряда, потому что мы вяжем раз-два, 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 и у нас должен быть какой-то шаг. Этот шаг может быть одна петля, два ряда, это может быть даже 0,5, половинка за два ряда, да, или за четыре ряда, да. Ну, давайте не будем усложнять. Сейчас сразу две петли, два ряда, три петли, два ряда. И мы сейчас сделаем расчет, условный такой расчет, для того, чтобы можно было понять сам принцип. Итак, у нас есть треугольник. И мы возьмем сейчас какие-то условные значения. Допустим, у нас высота этого треугольника, скажем, 24 сантиметра. И здесь у нас, ну, допустим, 16 сантиметров. Просто условно я говорю, какие-то цифры. И нам нужно сантиметры перевести в петли, потому что мы вяжем поперек, и у нас длина, это как раз петли. Нам надо перевести в петли. А вот это основание треугольника нам надо перевести в ряды. Здесь будут петли, петли, а здесь ряды. Для этого мы берем заранее связанную петельную пробу, в которой мы набрали какое-то количество, сейчас тоже условно буду писать, допустим, мы набрали 100 петель и связали 200 рядов. И мы померили, постирали, проверили, все как обычно мы отпарили, все как будет конечная вещь, какую она обработку получит, такую же точно получил наш петельный образец. И мы посчитали, сколько у нас в одном сантиметре. Мы промерили здесь, сколько сантиметров. Ну, допустим, у нас здесь получилось 30 сантиметров, да? И тогда 1 сантиметр, значит, если у нас 30 сантиметров, это 100 петель, то 1 сантиметр. 100 разделить на 30, 100 разделить на 30, получается 3 и 3. И по высоте. По высоте мы тоже сделали промер, и у нас, допустим, получилось 20 сантиметров. Все совершенно условно. И тогда у нас получается 20 сантиметров, это у нас ширина, а это длина. 20 сантиметров, это 200 рядов, то 1 сантиметр, это получается 20 рядов. Все, у нас есть теперь размеры с петельной пробы, и мы их переносим на уже чертеж конкретной вещи. Для этого нам надо петли, вот у нас петли по ширине, нам надо 24 сантиметра, то есть 1 сантиметр 3,3, и теперь 3,3, 3,3 мы умножаем на 24, и получаем 79,2, ну, значит, 80. Здесь у нас 80 петель. Петель. Чтоб не запутаться, потому что при расчете поперек мозг не сразу соглашается принимать эти расчеты, поэтому я пишу все подробно. А по высоте 1 сантиметр 20 рядов надо умножить на 16. 20 мы умножаем на 16, и получаем 320 рядов. 320 рядов. Выглядит это мне не совсем правильным. А, вот у меня ошибка. Я специально не исправляю свою ошибку, чтобы вот прям была реальная картина, как мы делаем расчеты. На самом деле 1 сантиметр – это 10 рядов. 10 рядов, не 20, 10 рядов. И тогда здесь в 2 раза меньше, не 320, а 160 рядов. Продолжим. Теперь у нас что получается? 80 петель, 160 рядов. А что у нас за 2 ряда? У меня получается 160. То есть, сейчас подробно сразу. 2 умножить на 80, и разделить на 160. Получается 1 петля, 2 ряда. Здесь получилось вот очень четко. 1 петля, 2 ряда. То есть, 1 петля, 2 ряда. 1 петлю выдвигаем в переднее нерабочее положение, 2 ряда вяжем. Выдвигаем, 2 ряда вяжем. Выдвигаем, 2 ряда вяжем. Вот такой шаг получился. Я показывала уже, что на моих изделиях там было 2 петли, 2 ряда. 2 петли, 2 ряда. А по нашему чертежу получился такой. Вот такой расчет получился. Из-за того, что я все расчеты, вот все размеры, просто вот первая цифра, которая мне приходила в голову, получается, получилось так. Теперь я вам рекомендую посмотреть и сделать какой-то чертеж на свою вещь. То есть, взять свой какой-то свитер и померить его, снять с него мерки и посмотреть, сколько у него под грудью, сколько у него. Вот прям взять сантиметром и как будто бы это чертеж. И померить, вот это расстояние, сколько на вашем свитере, который вы носите, а вот это расстояние, сколько оно. Вполне возможно, что у вас здесь не 16 сантиметров, а 10 сантиметров. А здесь, скажем, 30, допустим, сантиметров. Вот какие-то совсем другие цифры. И сделайте у себя расчет, что у вас получится. Пусть у вас здесь не получается вот такая круглая цифра, а какая-то, может быть, там 1,2, хотя мы не можем вязать с таким шагом, но нам сейчас важен принцип. Еще раз, только принцип, как считается вот этот треугольник. Это регланная линия и вот этот треугольник. Это самое-самое первое, что мы рассчитываем, когда делаем чертежи в поперечном направлении. И сейчас мы не идем никуда далеко, просто берем свой свитер, снимаем с него мерки и делаем расчет вот этого треугольника. Дальше мы продолжим. Я расскажу все-все подробно. Принимаются все вопросы. Мы рассмотрим прям вот реально, какие у кого есть размеры, что у кого как получается. И сделаем, может быть, еще подробнее, если нужно. А если все понятно, то и так замечательно. Начнем тогда дальше вязать, потому что нас ждет интересное, нас ждет дизайн, нас ждет придумывание интересного. Допустим, так как у меня вот здесь, видите, здесь у меня линия реглана пошла, а я ограничилась вот вязанием спереди ее, над грудью. И очень много другого интересного ждет нас впереди. Поэтому давайте начнем вот с этой первой линии реглана. Я благодарю всех за просмотр этого видео. Надеюсь, что вы сделаете свой расчет, потому что вязание поперек это очень интересно, полно творчества, необычных находок. Подписывайтесь на мой канал, я снимаю много интересных видео. Ставьте колокольчик, чтобы новые видео вы увидели первыми. Мы очень интересным занятием занимаемся расчетами.